А что на обед сегодня у вас? На обед на завтрак у нас сегодня. Пушонка, картошка, все что есть в одну кастрюлю. Пока один готовит завтрак, остальные обсуждают, как принято называть, наболевшее. С июня по декабрь движение «Антикорнашпан» – это история многотысячных митингов и привлекательных инфоповодов для СМИ и энного числа политических партий. Сегодня активисты по-прежнему живут в палаточном лагере. Говорят, что отступать не намерены. Поставили палатки 3 августа. С тех пор мы здесь живем, дежурим, чтобы стройка не смогла продолжать строительство завода. На сегодняшний день у них до сих пор нет никаких документов на строительство, разрешений нет. Проект они еще не приготовили до конца. Пока было тепло, жили в палатках, был там из тента сделан большой штаб. Но с наступлением холодов жители помогли, окрестные. Мы построили вот этот домик, вагончик привезли, тоже нам подарили. Ну, не подарили, а дали попользоваться вагончиком. Живем, ну, скажем так, в сложных условиях. Зима, холод, организованное дежурство суточное, заступают на пост старший по лагерю. На нем влезет ответственность за организацию питания, обогрев вагончиков, организацию смены на постах людей. По результатам общественных слушаний был подписан протокол, где вроде бы как наши замечания внесли, но в проекте их не учли. Во время общественных слушаний выяснили, что сброс воды будет организован в реку Уфимку, через Шакшинку, в реку Уфа. А это единственная питьевая река нашего города. И туда нету и никогда не было организованного сброса промышленных вод. Сейчас вот с холодами мы еще на заезде на стройку, там был пост, просто палаточный. Там сейчас тоже стоит теплый вагончик с системой отопления. Второй пост, он охраняет именно подъезды к стройке. Там проложили дорогу от трассы заезд на стройку. И вот мы там поставили пост. Именно там вся техника останавливалась. От первого до второго поста на машине менее двух минут. Дежурство там аналогично ведется круглосуточно. Сегодня здесь заглавную Тамара. Она в движении с июня. Когда название «Кроношпан» еще не было на слуху, и проблему думалось решить обращением к депутату городского совета. Люди здесь, которые здесь дежурят, они здесь именно для того, чтобы завода здесь не было. И круглосуточно, днем и ночью, народ сюда приходит в надежде, что заводы здесь недопустимы. Ну, ночью побольше там человек, ну, пять. Ну, обычный человек пять сейчас. Потому что собираемся быстро. Там люди в лагере здесь в случае необходимости. Да, созваниваются, если кого-то не бывает. Чуть-чуть человек пятьдесят, в течение пятнадцать минут собираются. Пока договоренности не будет, что завод уйдет, люди будут здесь стоять хоть сколько. Сколько понадобится. Будет то весна, лето. Но настроено сидеть до победного конца. Продолжение следует...